если есть у кого интерес иногда я могу этим заняться с утра твердость завтра мягкость его в жизни еще своей не пробовал просто для баловства уже просто я для баловства твою мать каких кудрявых лохматых годов она со мной уже скоро четверть века наверно тусуются физкульт при этой берлоге мы все знаем с вами что очень много параметров и характеристик у шин разных производительных разных целей существует и один из них самый наверно важный это твердость ну или мягкость сам как хотите назовите самого протектора конкретно вот этой резиновой смеси вот этого компаунда где-то он должен быть жесткий для боли износа там или чего-то еще где-то должен быть очень мягкие для сцепления и там чего-то там еще поэтому все вот эти разговоры то что какая должна быть шина ну полный бред потому что у всех разные цели время надо подбирать соответствующие шины естественно сталкиваясь с классным кайфовым спортивным миром города героя новосибирск привезли сегодня интересную очень задачку я такого еще не делал ни разу но задачка в общем-то выполнимы и с вами с удовольствием ей поделюсь есть у меня такой фиговенький инструментик называется твердомер по шоуруа им и будем мы измерять вот эту твердость протекторного массива резинового сразу вопрос на засыпку и то есть измерения кое-какие проведу позже но к вам до конца этого выпуска вопрос твердость допустим протекторных протектор вот этой кгш шины 3700 r57 как по вашему она тверже или мягче вот этих обычных колхозных комбайновских шин там 710 70 r38 у вас будет время вы на это будьте добры ответьте вы же все шиномонтажники вы же все профессионалы я вас верю вперед а мы проходим непосредственно мастерскую берлогу и там посмотрим на суперспортивные шины и то чем и как мы будем с ними бороться и справляться да кстати константин ученик мой который оплатил целый курс по ремонту шин легковых и грузовых и что я хочу вам сказать все вот эти семинары когда сидит там от десяти до ста человек и все каля баля мы все знаем все умеем это скажет дым в одном месте просто когда переходит все это к практике совершенно все на мой взгляд воспринимается по-другому и результат насколько гладками не видно совершенно другой если не сложно константин кто то есть не знаю фамилию пару слов расскажи это микрофон не пугайся да можно лишь камеру привет пацаны всем привет респект и удачи ну во первых как бы да здесь очень много чего узнал для себя как бы то что делают на других шиномонтажных шиномонтажках это не то здесь делается так все гораздо качественнее удобнее и практичнее ненадежнее самое главное я пришел туда сам подучиться и каким нюансом набраться узнать почувствовать вот сейчас данный момент боковой порез устраняю вот то есть то есть ради он как бы да сделал замечание там в общем там 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 устранил все показал да наглядный пример используем такую покрышку просто учебные посуды залюбил уже да что-то внутри прям очень ну такое внушающее зрелище все за работу хорош спасибо вам начали лично сюда есть успехи молодец нет практика все-таки когда индивидуально работаешь с каждым лицом отдельно это совершенно другую рейд это не только любовь а поэтому если есть у кого интерес иногда я могу этим заняться за вот такую сумму денег помчали дальше то я три восьмерки одна из любимых моих спортивных шин которые к сожалению тем более последние годы попадается очень редко клиент хороший парнишка гонщик местный александр я думаю не против будет из инстаграма тоже выкину но на всякий случай шины уже мной от массированы от балансированы белые грузики естественно все там с повышенной чувствительностью для спорта все такое давление сейчас два бара мы их зуем потом до полторашки там вроде показываются самые лучшие результаты на давление полтора бара гонки может быть видосы какие-то будут если то ну вряд ли это мне сейчас что мы имеем задача какая то есть имея спортивные шины для вот этих больших нагрузок для гонок для терпения температур и все такое но не хватает немножко зацепа и где-то торможение для этого давно уже американца ну в данном случае не только американцы изобретают всякие разные химии там не скажу чем они пользуются потому что на ваш это покажется слишком просто но есть вот такой вот размягчитель резины увеличивает коэффициент цепление с дорогой размягчает резину уменьшает скольжение скольжение улучшает разгон и торможение им и будем сейчас мы пользоваться его в жизни еще своей не пробовал прочитав инструкцию в принципе ничего сложного нету и сегодня кстати пойдем на улицу там у меня же есть такая шинка просто я для баловства пойдем посмотрим как константин садина в одну резину мало ли чё там мы пойдет пойдет то есть горочка есть давление будет пузырей ракове не вижу до краев все обложил красавчик пол будет этого человечка все хорошо сейчас в микрофоне кстати да вот может ну вообще-то вообще как настойчиво все таки он сюда пробился вообще-то я с казахстана с восточного казахстана городе не палатинский такой очень многие дела у нас как бы не делаю даже в районе я самого барбульского района и ехал с вахты за женомонтажную работу получаю доплату я не хочу терять доплату и тем самым пришел обучиться получить сертификат и вот радион учит показывает как бы нюансы вот все как бы все интересно все познавательно пока потерпи мечтает да да это потом вместе уже сделаем но помчали туда с утра просто для баловства уже одну не естественно негодную но летнюю нормальную шинку брызнул в одном месте вот этой жидкостью уже в обед бегал измерял мне же интересно все это действительно разница есть но мы-то будем делать все по фэн-шуйчику и по инструкции накрыл тряпочка чтобы все это не испарялась и что мы имеем вам показать допустим вот обычное место в шине хлоп 77 единиц и то которое уже обработано фигакс 75 вот такая вот на 2 единиц кирогички уже разница есть в них 80 ну небольшая разница но есть так полотенчика заберу все-таки материал наша задача какая то есть нанести на протектор шин вот этих спортивных этой жидкости как можно больше забинтовать медицинскими широкими бинтами по типу марли и замотать встреч пленку вот и все казалось бы все просто оставляем все это колдовство всю эту кистью месью на сутки и завтра мы снимем показания также по поводу насколько изменилась эта твердость всем интересно и я думаю вам тоже будет на всякий случай для сравнения шина брестон там потенза твою мать каких кудрявых лохматых годов она со мной уже скоро четверть века наверно тусуется допустим твердо здесь почти 80 с лишним с копейками ну-ка с этого плеча 82 единицы и зимняя резина шины помог континенталь страны страны до континенталь ненавижу где-то надо найти чтоб ламельку не попало шпак 62 разница почти в 20 единиц вот так для наглядности просто какая вот разница между твердостью разных шин на всякий случай для сравнения там в кгш мы уже добились того что на бочине мы подбираем твердость вот этих единиц что совпадает с оригинальной твердостью шины это круто и на протекторе что тоже как бы намного сложнее на самом деле попадаем вот в единицу в единицу это круто и хорошие результаты прямо на мой взгляд высший пилотаж в вулканизации кто-то этим еще если занимается пишите поддерживать и либо опровергайте все нахрен будет интересно вас послушайте почитать так что я планирую сделать то есть водружаем нашу спортивную шинку колесику на станок здесь я думаю будет мне удобнее всего с ним работать поработать конечно придется в одну каску все пацаны то заняты что мы готовим так бинт готов разберемся далее там бережем глазки ноздри кожу и наносим этот так стричь еще гребаный в магазин покупал стричь как хороший домохозяин так все неуютно чувствую этих вот вещах отлично пробуем байт запах конечно такой не кайфовый мы дышать им я думаю тоже пользы мало забинтуем больной колесо ткань я думаю поможет сохранить влажность шины чтобы ничего не испарилась не пропиталась не точнее наоборот пропиталась и никуда не делась так ну и думаю вполне это будет мне достаточно единственное что мы самое не кайфовое сделали мы не проверили твердость вот этих шин конкретно думаю на втором на другом колесе все мы это сделаем и завтра проверим каждое 58 58 59 единиц пошел а все сейчас мы это напитаем эту тему байтом вроде когда же важно например так чтобы хлюпала такого нету и сколько его надо чертова знает я думаю до вполне достаточно ну где-то все то что нужно оставляем все это дело завтра сейчас мы все это закончим и следующее измерение и продолжение съемки уже будет через 24 часа о результатах узнаем все вместе естественно у кого есть это прогнозы догадки пишите будет интересно посмотреть насколько все-таки вы профессионалы твердость кгш протектора 62 единицы пошагали к колхозникам пошагали пошагали смелее смелее лезом лисы обычный колхозник там было 62 единицы протектор шпаг 6766 а это очень огромная разница скажу 5 единиц это очень чувствительно если пальпации все это сравнивать то вот так-то колхозник почти 70 ну и наверное заслужил лайк тот кто все-таки угадал кто не угадал ребят развивайтесь будьте такие как я и моя команда подошли к самому финальному этапу наши вот это вот кесси месячем мы делаем с этой резиной спортивной смею заметить потому что все таки спорт это спорт гражданский мир это гражданский и когда что-то начинается это каля-баля за то что формуле не ездят вот так вот но переноси это на гражданский мир во-первых никто в шлемах из нас не гоняет как ни странно тут с ремями то это проблема и движки там сделаны если что-то максимум на 600 километров всего проезда поэтому сравнивать спортивный мир гражданский но я считаю бредятина где-то это может работать каких-то там болтовных компаниях как она будет жить и существовать и я к сожалению может быть вам и не передам если получится конечно у меня будет информация всем расскажу но на данном этапе мы хотим сравнить только то что произошло с этим вот размягчителем резины который кстати написано здесь что и применяется для гражданского вполне применения способы для гражданского применения честно говоря не придумал если есть у вас какие-то идеи пришлите посмотрим пар обсуждаем не можно применить его в гражданском мире ну и давайте глянем как изменились твердость резины по шору а вместо тут одно сейчас отколупаю запах конечно у нее специфический было насколько помню 58 48 единиц по шору а это охренительная просто разница по сравнению с тем что было изначально вот это то что как бы мы чего и стремились добиться классной кайфовой темы я думаю заказчики александр с его команды будут очень рады этому результаты сейчас непременно позвоню и сообщу тема сильнейшая и хотел бы еще то есть озвучить пару моментов то есть из того что там ну допустим медведь рекомендует такая рубрика во первых по обучению да это возможно за вот такую кучу денег с индивидуальным подходом и только практика желательно все-таки один человек в урок потому что когда эта толпа я вижу что это не так эффективно происходит когда работаешь с одним человечком все происходит намного лучше и намного вот получается лучший все-таки best the best результат когда вот человек допустим не один раз зачистить боковой паре со штук шесть и там седьмого раза только у него получится нормально на мой взгляд поэтому звоните обращайтесь если не пошлю то я кого-то что-то ночью и еще есть такой момент позавчера утром случилась проблемка лопнула тена от комплекса 2 сами вот эти вот проводочки там все целы но вот это все вот массивная тема лопнула отправлял раньше город герой златоуст пацаны молодцы выручали и все получалось нормально и вполне все красиво но появился еще один человек из города герой барнаул зовут сергей сам каким-то образом на меня вышел сколько-то тен я ему уже отправлял я по ценам честно говоря не могу сравнить но меня устраивает общем-то я отправил он починил прислал и могу показать тену уже починенную им и отработавшую несколько циклов ну и думаю может дюжины раз вот такая поверхность по площади была обработана на данном этапе вот эти корявки думаю вполне себе не влияющие на качество работы но контакты я думаю вам их покажу поэтому пользуйтесь развивайте частный вот этот бизнес и ему какая-то может от вас помощь будет и вам какая-то польза также он не починил уже огромную тену от комплекса 3 которую к сожалению золотовости чинить оказались но по понятным причинам ему все равно пацанам этим выгоднее продать а не возиться вот так вот частным заказом я вполне это понимаю правду и бизнес есть бизнес то есть там творчество у них давно закончилось а пацаненок по имени сергей он еще наверное в порыве творчества может этим заниматься может себе позволить и починил ту тену которая тоже несколько цифр и циклов уже отработала и чувствует себя вполне достойно поэтому рекомендую сергей контактов результат получился кто все-таки ответил на вопрос что там тверже протектор на тракторной шине или на кгш ну тут наверно молодец поэтому пишите звоните что там какие впечатления ощущения от этого всего у вас произошли никогда не обманывайте клиентов а